Обратите внимание на изменения в программе Первого канала. Сегодня в нашем эфире информационный канал. Такое решение руководством Первого канала было принято лишь в субботу, на следующий день после трагедии в Крокус-Сити-Холле. В пятницу же были только запланированные выпуски новостей с короткими информационными сводками о теракте. В перерывах между развлекательными программами, вроде шоу «Голос», возмущались даже пропагандисты. Коллеги, ну остановите развлекаловку, ну как так? Впрочем, в субботу федеральным телеканалам удалось перестроиться. Вот программа «Вести» с Татьяной Ремезовой на канале «Россия-1». Моновыпуск, полностью посвященный теракту. Все четверо непосредственных исполнителей теракта в Крокус-Сити-Холле найдены и задержаны. И каждый, кто готовил этот удар по России, будет установлен и понесет неизбежное наказание. Тем временем в авторских программах и телеграм-каналах пропагандистов оценок и аналитики было много. Версию о причастности к теракту ИГИЛ, которое само взяло за него ответственность, все как один отметают. Они что-то вдруг стали пугаться и стали говорить, что это якобы теракт совершил ИГИЛ. Ну, это, конечно, абсолютная глупость. Но какой ИГИЛ, когда четверо граждан России и Средней Азии, которые взяли, обдолбанные, обычные кричалки, не кричали. Умирать никто из них не собирался, никто из них не был религиозным фанатиком. ИГИЛ там и рядом не проходило. Это братья были не братья. Это называется легендирование, операция прикрытия. Я тебя слепила из того, что было. Радикальные исламисты, особенно после разгрома ИГИЛ, отличный материал прикрытия. Это скорее почерк европейского нацизма, старой европейской инквизиции. Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки тоже намекает на связь заказчиков теракта с коллективным Западом. Коллективный Запад всегда нас ненавидел, когда принимал наши деньги, когда обслуживал нас в дорогих ресторанах, когда продавал дома всем этим олигархам без рода и племени. В глубине души он испытывал к нам презрение, ненависть, граничащую с желанием смерти. А бывший президент России Дмитрий Медведев и вовсе призывает к ответному террору. Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Обращение нынешнего президента к народу случилось только спустя 19 часов после теракта. Все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. К украинским границам отправляет своих читателей и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, это Зеленский, потому что на воре и шапка горит. А на сайте РИА Новости появилась аналитическая колонка с названием «Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма». Массовый расстрел в Москве — ответственность не только тех, кто теракт заказал, не только тех, кто его оплатил и организовал, но и тех, живших, а ныне убежавших из страны лидеров общественного мнения, кто говорил и говорил постоянно, что хороший русский — это мертвый русский. Пропагандист Михаил Леонтьев добавляет, когда в России начались теракты, Россию надо было реанимировать. Сейчас, по его мнению, реанимировать уже ничего не нужно. Мы выбрали этот путь 25 лет назад, и мы пройдем его до полной победы. Редактор субтитров А.Семкин